Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге судей Израилевых. Сегодня мы читаем 15 главу этой книги, где продолжается история, связанная с Самсоном. «Через несколько дней во время жатвы пшеницы пришел Самсон повидаться женою своей, принеся с собой козленка, и когда сказал «войду к жене моей в спальню», отец ее не дал ему войти. Но это резонность, она стала женой другого, зачем его пускать. «И сказал отец ее, я подумал, что ты возненавидел ее, и я отдал ее другу твоему, вот меньшая сестра, красивее ее, пусть она будет тебе вместо ее». Вот такая ломовая логика, как у Лавана, помните, был Лаван, который обманул Иакова. Какая разница, они с сестры, вот так положено. Но Самсон сказал им, теперь я буду прав перед филистимлянами, если сделаю им зло. Вот он понимает, как судья Божий, что нельзя просто вот что-то делать плохой людям, если нету основания. А тут серьезное обвинение он может возвести на них, они его жену отдали за другого. Да, он ушел, убежал, он же не сказал, что он не вернется. Поэтому она должна была сидеть и ждать. «И пошел Самсон, и поймал триста лисиц, и взял факелы, и связал хвосты, хвост с хвостом, и привязал по факелу между двумя хвостами, и зажег факелы, и пустил их на жатву филистимскую». То есть, что такое жатва филистимская? Это когда уже собрали хлеб в копны, пшеницу в копны, но еще не увезли. И там много разбросанной соломы между копнами. «И выжег и копны, и нежатый хлеб, к тому же нежатый был хлеб, и виноградные сады, и масличные, и говорили филистимляне, кто это сделал?» И сказали, то есть те, кто видели, «Самсон, зять Фианина, ибо этот взял жену его и отдал другу его». Теперь в глазах филистимлян преступление действительно совершил этот человек. «И пошли филистимляне, и сожгли его огнем, и сожгли огнем ее, то есть вот этой его бывшей жены, и дом отца ее, то есть и все семейство». Потому что дом, бэйт – это и семейство. «Самсон сказал им, хотя вы сделали это, но я отомщу вам самим, и тогда только успокоюсь». Вот он говорит. «Хотя вы сделали это, то есть это по закону, но я отомщу вам самим, а вы сами виноваты передо мной. И тогда только успокоюсь, и перебил он им голени и бедра, и пошел и засел в ущелье скалы Этама». То есть он нападает на людей, на их животных. «И пошли филистимляне, и расположились с Таном в Иуде, и протянулись до Лехи, и сказали жители Иуды, за что вы вышли против нас, они сказали, то есть филистимляне, мы пришли связать Самсона, чтобы поступить с ним, как он поступил с нами». А в каком случае Самсон связал их? Он перебил голени. «И пошли три тысячи человек из Иудеи к ущелью скалы Этама, и сказали Самсону, то есть они как бы договорились с филистимлянами, мы его сами доставим, чтобы филистимляне не нападали на них самих. «И сказали Самсону, то есть евреи из колена Иудина, из Иудеи, пришли к Самсону, разве ты не знаешь, что филистимляне господствуют над нами? Что ты это сделал нам?» В трактате Мишны, Перкея, вот сказано, не разрушайте языческие капища, то есть когда вы живете под язычниками, чтобы вас не заставили их отстраивать заново. То есть разрушить капище можно, если ты контролируешь всю страну, а если вот взяли там тайно как-то, ночью это сделали, а язычесники заставят строить, а строить капище – это грех. Итак, они ему говорят, это резонные слова, «Разве ты не знаешь, что филистимляне господствуют над нами? Что ты это сделал нам?» Он сказал им, как они со мной поступили, так и я поступил с ними. Вот такой-то ребяческий какой-то такой в нем характер, такой человек, который сам у себя на уме. При этом вы не забывайте о его внешности. Он с детства не стриг волос. Он при этом выглядел как что-то такое очень и очень странное. Я думаю, это пугало даже людей, как львиная грива у него была. К тому же он был искусный воин, сила у него была божия. Он действительно как лев из колена Иудина. Конечно, он был из колена Данного. И сказали ему, мы пришли связать тебя, чтобы отдать тебя в руки филистимлян. И сказал им Самсон, поклянитесь мне, что вы не убьете меня. То есть он готов быть связанным, но чтобы его братья из другого колена не воспользовались бы этим и не убили его. И сказали ему, нет. Они говорят, нет, потому что он тоже еврей, он иудей. Они вынуждены все это делать. Нет, мы только свяжем тебя и отдадим тебя в руки их, а умертвить не умертвием. То есть что ты, что ты. Поэтому слово это повторяется. А умертвить не умертвием. И связали его двумя новыми веревками и повели его из ущелья. Когда он подошел к Лехе, это местность, филистимляне с криком встретили его, они все очень обрадовались, и сошел на него дух Господень, и веревки, бывшие на руках его, сделались, как перегоревший лен, и упали узы его с рук его. Нашел он свежую ослиную челюсть. Что значит нашел? Ну, валялась. И, протянув руку свою, взял ее и убил ею тысячи человек. Это как бы был вызов им. У них же самое совершенное оружие. У них стальные клинки, железо. И сказал Самсон, «Челюстью ослинную толпу, две толпы челюстью ослинную, убил я тысячу человек». Это, конечно, поэтическое чувство, прорывается у этого молодого героя. Сказав это, бросил челюсть из руки своей и назвал то место Ромав-Лахи. Ромав-Лахи – это брошенная челюсть. «И почувствовал сильную жажду, и взывал к Господу, и сказал, ты создал рукою раба твоего, великое спасение сие, а теперь умру я от жажды». Очень импульсивный он. «И попаду в руки необрезанных», то есть они надругаются над моим телом, если я умру. «И разверз Бог Емину в лихе, и потекла из нее вода», то есть как фонтаны. «Он напился, и возвратился дух его», имейте в виду дух человеческий, «и он ожил». То есть возвратился, наверное, правильнее было бы «ожил дух его», то есть он воспрянул и уложил. «Оттого и наречено имя месту сему источник взывающего, который в лихе до сего дня. И был он судьей Израиля во дни филистимлян 20 лет». Вот мы не видим в истории Самсона, чтобы он там судил кого-то, какие-то религиозные мероприятия выполнял. Он, конечно, хулиган, но это Божий хулиган. Он своевольный, своенравный, но Бог и избрал такого. И напоминаю вам слова блаженного Агустина, Бог никогда не попустил бы зла, тем более в избранниках своих, не имея намерения их ошибки обратить в некое добро и благо. Итак, сегодня мы кончили изучение 15 главы книги «Судей». Если будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем читать 16 главу, где продолжается история о судьи Самсоне. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...